За полтора месяца с начала всеобщего декларирования в Казахстане свои отчеты сдали 150 тысяч госслужащих. В этом году первыми о своих доходах отчитаются сотрудники госорганов, руководители квази-госсекторов и их супруги. А с 2025 года эти правила коснутся всех совершеннолетних граждан без исключения. Пока охотнее всего заявляют о своем имуществе, кредитах и счетах в банках сотрудники Министерства обороны, органов государственного дохода и МВД. Какие чиновники уже сдали отчеты и как декларирование повлияет на жизнь казахстанцев расскажет Зарина Беремкул. Руководитель управления всеобщего декларирования Дина Кусаинова сдала декларацию в числе первых, 9 января. То же самое, по ее словам, сделал министр финансов Ярулан Жумаубаев. По плану отчеты в этом году должны сдать 480 тысяч госслужащих. Сделать это нужно до 15 июля в бумажном варианте, либо до 15 сентября в электронном формате. Уже к октябрю в Комитете госдоходов ожидают увидеть примерный расклад и понять, где могут быть коррупционные риски. Какие это могут быть звонки? Ну, прежде всего, это могут быть такие звонки, когда у него он сокрыл имущество какое-то, находящееся за рубежом. Это конкретный хороший такой звонок, будет так говорить, да? Когда у него расходы превышают его законных доходов. Правильно? То есть, если человек приобрел квартиру и не может обосновать, с каких источников он приобрел эту квартиру. В этом году чиновники и их супруги, а с 2025 года все казахстанцы сдадут форму 250. Там должны быть указаны дома, автомобили и даже яхты за границей. А также деньги в иностранных банках, если сумма превышает 1000 МРП, то есть 2 миллиона 700 тысяч тенге. Поддочетно и все имущество в Казахстане. Жилье, ценные бумаги, инвест золота, объекты авторского права. Это станет точкой отсчета. После этого гражданин ежегодно должен предоставлять декларацию о доходах и имуществе. При несоответствии двух документов с Минфины отправляют уведомление. Если его проигнорировать, грозит штраф в чуть более 8 тысяч тенге. Будет постепенно ужесточаться меры, будем так говорить. Вместе с тем, вот это принято для 3 МРП, это действительно незначительная сумма. Для того, чтобы для мягкого вхождения, будем говорить, в систему всеобщей декларирования. Потому что люди, да, у нас первый этап, это люди более подготовленные. В последующем будут заходить люди, которые менее подготовлены, будем так говорить. Соответственно, для них вот такие пока минимальные штрафы. Следить за отчетностью детально в Комитете госдоходов не будут. Учитываются только высокие риски, особенно у госслужащих. Они сдают справки о доходах вот уже больше 20 лет, но эффективность ожидают только при всеобщем декларировании с 2025 года, когда как физлица свое имущество покажут все их ближайшие родственники. Декларацию нужно сдавать даже за детей до 18 лет, если на них зарегистрировано имущество за рубежом, ценные бумаги или имеется задолженность. Такие данные налоговики рассчитывают получить за счет запроса по международным соглашениям. При подозрении в хищении отчеты передаются в агентство по противодействию коррупции. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале «Информбюро 31». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.